Рубеж 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 История города, края вырос. Тут и ее вклад, безусловно, есть. Александр Владимирович Рубеж выпустил книгу у семьи Янковских. Вернее, даже ее женской части. Она называется «Шорохи прошлого». Да, вот эта книга. Она совсем недавно вышла. И завтра у нас презентация в Приморском кукольном театре в 16.30. И специально к выходу этой книги приехали представители четвертого поколения Янковских. Это Ор Петрович Истяков Янковский из Сан-Франциско, который, собственно, и передал нашему издательству большой массив фотографий, документов, рукописей, из которых приморский краевед и историк Елена Сергеева составила эту книгу. И потом мы общими усилиями сделали макет. Здесь больше 200 фотографий. Многие из них, вернее, подавляющее большинство из них наши читатели не видели, потому что эти архивы хранились, как я уже сказал, в Америке. И семья Янковских удивительна во многих отношениях. И вот, как бы, будучи людьми европейской культуры, они сберегли свои огромные фотоархивы и документы. Но прежде всего, конечно, фотографии, их изберечь, это сложнее. Если учесть, что они объехали за прошедшие десятилетия, объехали полмира, потому что сначала они были вынуждены уехать из Приморья и эмигрировать в Корею, затем из Кореи кто-то уехал в Соединенные Штаты, кто-то в Чили, кому-то досталось пожить на филиппинском острове Тубабао. И тем не менее, они спасли эти свои архивы, прежде всего, благодаря тому, что они совершили, можно сказать, такой вот подвиг ради памяти своей, ради памяти нашей общей. Потому что, так сказать, читая эту книгу, и когда видишь эти фотографии, ты понимаешь, что вот это наше сбереженное прошлое. И эта книга нужна, конечно, мы ее делали ради памяти Янковских, но в первую очередь мы ее делали для нас, сегодняшних поколений, россиян, и я надеюсь, что и для грядущих поколений, потому что она нам нужна сегодня. Опору какую-то моральную, я не знаю, найти можно, если не в сегодняшнем дне, то в прошлом, в прошедшем дне ее, безусловно, можно найти. И подобные книги, подобные тексты, они укрепляют. Они вечные, можно сказать. Ну, они, да, они просто рождают уверенность, как бы, и это очень важно для всех нас. Поэтому такой интерес к этим книгам, поэтому мы выпустили там несколько книг Янковских. Они тоже стали, первые книги стали бестсиллерами, собственно, их читали. Я когда-то своим коллегам в Москве говорил, вы почитайте, вы там тусуете 50 имен, друг у друга их перекупаете, авторов известных, Акуниных, там, я не знаю, Донцовых и так далее. А у нас есть материал, которого вы не знаете. Но, да, вы его не знаете, но он удивительный. И его нет, ну, что называется, книг, вот этих книг нет на прилавках московских магазинов. Я, в конце концов, был услышан, и Янковских, книги Янковских прочли там, в Москве, Петербурге, в Центральной России. И сегодня нам пишут, звонят со всех концов страны и спрашивают, когда же будут переизданы те книги, те ржи, которых закончились. Это были две книги, да? Да, это была книга «Ненуни», «Дальневосточная Одиссея». И избранная Валерия Юрьевича Янковского, который стал профессиональным писателем, мы назвали его книгу «От седьми до новины», «Дальневосточная сага». Она была издана к столетию Валерия Юрьевича в 2011 году, но, к сожалению, он всего год не дожил до своего грандиозного юбилея. Но мы с ним дружили, и вот будем продолжать его издавать в дальнейшем. А ваши коллеги в Москве взяли в свои магазины книги? Или это сложный процесс? Нет, вы знаете, в том-то и дело, что мы на сегодняшний день едва ли не единственное малое, не столичное издательство в России, все книги которого продаются в Москве. Быть может, в это сложно поверить, но, наверное, какая-то наша настойчивость с одной стороны. С другой стороны, интерес, который был проявлен, так сказать, наши авторы были прочитаны, там, Арсеньев, наши главные авторы Арсеньев, Янковский и Байков, иммигрантская литература, книга по истории Дальнего Востока. И оптовые наши партнеры и магазины стали закупать наши книги. И у нас, так сказать, страна, как известно, она устроена, ну и книжное дело у нас в стране устроено по тому же ранжиру, что и все остальное. Все книги, большинство издательств и типографии находятся в Центральной России. И, соответственно, толстыми, большими и не очень большими ручейками книги растекаются из Москвы и Петербурга по всей стране. Так всегда было и так и сегодня происходит. Вот, но, а наши книжки тонким, тончайшим ручейком, но текут против течения из Владивостока в Москву. И, ну, сложно, конечно, с точки зрения бизнеса это все непросто. Но с точки зрения того, что, как я говорю, опять же, своим коллегам, мы живем на, как английские лорды, мы сидим на сокровищах. Потому что у нас колоссальная, грандиозная история. И хотя мы еще, по большому счету, не стали, еще не начали издавать книги о древней истории той территории, на которой находится Приморье, там, мне в последний раз спрашивают, почему у вас нет книг о Бахайском царстве, Джурджених. Я говорю, раньше на эти темы было нельзя книги издавать из-за пограничного опроса и так далее. Сегодня эта проблема урегулирована, интерес проявляют все к этим темам. И мы тоже, и мы будем такие книги делать. Но на сегодняшний день у нас хватает заботы просто по, что называется, по XIX веку. Колоссальное количество книг выходило когда-то, сто лет назад, в Владивостоке. С той поры не было переиздано. Эти сокровища лежат там в главных библиотеках края. И у нас еще работают, что называется, ой-ой-ой. Да, до читателя мало что доходит, наверное. Ну да, просто мало издается. К нам сейчас же туристы поехали. Мы это видим, опять же, они заходят в наш маленький книжный магазин Невельской. И мы видим, что люди, много россиян, много так называемых диких туристов, неорганизованных. Но много иностранцев. И просто, а что называется, у нас нет в достаточном количестве, я уж не говорю про произдания на иностранных языках. У нас просто на нашем родном русском языке не так много книг, интересующих читателя. У нас нет по-настоящему сколько-нибудь, ну, такого европейского типа путеводителей. По большому счету их нет. У нас нет просто каких-то других популярных изданий. Они есть, но их очень мало. Их явно недостаточно. Но надо это все как-то, этот дефицит восполнять. Но одним издательствам, которые здесь работают, в Владивостоке, им это не по силам. И я все время обращаюсь, я говорю, ну, делайте нам заказы, давайте делать какие-то совместные проекты. Мы не говорим, дайте нам денег. Мы говорим, давайте работать вместе на общий интерес. И как бы, в конце концов, я устал говорить о том, что Дальний Восток не открыт, в кавычках, потому что люди здесь живущие, они не знают старые истории. Ну, мы знаем в лучшем случае историю 20-го, в пределах 20-го века, и половины 19-го. Владивостоку всего-навсего скоро будет 160 лет. И что? Еще сколько интересно. А сколько всего интересно, остается за скобками, да. Александр Владимирович, а такой вопрос, кто больше интересуется изданиями рубежа? Иностранные гости или наши, читатели, жители Владивостока? Знаете, вопрос интересный. Но, конечно, нас в Владивостоке знают больше, и люди уже как бы ищут какие-то книги, знают, о чем-то слышали, читали. Но иностранцы в большинстве своем, они просто ходят и, что называется, ищут что-нибудь для них подходящее. Но мы, как издательство, которое, наверное, больше всех на Дальнем Востоке издает каких-то вот таких книг на постоянной основе, у нас есть какое-то все-таки там, какое-то количество наименований, из чего можно выбрать. Но этого тоже недостаточно. Хотя я вам скажу, что есть уже такие у нас уже друзья, есть как бы наши постоянные клиенты, не только россияне, но и иностранцы, которые там из числа тех, которые сюда регулярно приезжают в командировку, либо просто там люди, которые там по какой-то надобности возвращаются в Владивосток, или вообще без надобности, они сюда время от времени приезжают. Мне понравилось, несколько раз за последнее время слышал такие слова о том, что вот, мол, один молодой человек мне говорил с уверенностью, что он сам, по-моему, москвич или петербуржец. Но он говорит, что вы удивляетесь, сегодня в России есть три адреса, есть три города, есть три точки на огромной карте Российской Федерации, куда можно и нужно ехать. Это Москва, Петербург и Владивосток. Он об этом говорил так, как будто бы он где-то об этом прочитал в каком-то рекомендательном списке. А это, между тем, был его собственный личный выбор. Ну, знаете, Москва столица, Петербург культурная столица, а мы столица Дальнего Востока. Да, я думаю, с этим уже никто не спорит. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы уйдем на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор. Александр Владимирович, хотелось бы спросить ваше мнение о книжных ярмарках. Несколько лет назад вы стали единственным региональным участником в составе российской делегации на международной книжной ярмарке БУК «Экспо Америка». В Владивостоке тоже проходили книжные ярмарки, конечно, не такого масштаба. Но, может быть, у вас есть несколько советов о том, как должна проходить книжная ярмарка и какой бы она могла быть во Владивостоке, скажем так, идеальная ярмарка? С идеальными ярмарками, с идеальными подобными проектами всегда сложно, конечно. Но что касается международного опыта, то я был очень рад попасть в состав делегации российской. И несколько лет подряд за несколько лет объехал несколько крупнейших мировых книжных ярмарок. Это помимо Нью-Йорка, о котором вы упомянули, был еще Франкфурт-на-Майне. Это вообще просто город в городе. Это просто так построено. Там отель свой огромный, в котором основные участники, основные игроки ярмарки, они откупают номера. Ярмарка закончилась, он тут же бронирует на год вперед, потому что невозможно это будет в следующем году. Кроме того, я был в Пекине неоднократно на Международной ярмарке, она тоже довольно большая. Мы постоянно участники, по крайней мере, были в течение нескольких лет. И сейчас опять возобновляем свое участие. Московская ярмарка «Нонфикшн» называется «Ярмарка интеллектуальной литературы». На мой вкус, это просто лучшая российская книжная ярмарка, потому что там собирается самое-самое. Там нет никакого гламура, там собираются профессионалы, там общение. И просто, поскольку каждый серьезный издатель, прежде всего, читатель, то я туда еду в том числе и для того, чтобы книжки посмотреть, почитать. Так вот, что касается международного опыта, я ехал в Нью-Йорк, и у меня было опасение внутреннее по поводу электронной. Как раз были годы, когда было много разговоров о том, что приходит электронная книга, о том, что она теснит бумажную книгу, и о том, что она воссарствует вот-вот скоро, и бумажная книга закончит свое существование. Были всякие панические разговоры. Я приехал в Нью-Йорк, и в этом огромном тоже пространстве этого павильона, я почти не нашел электронную книгу. И мне от этого было так радостно, я вам скажу, потому что я сам вообще, ну, не то что фанат, я просто как профессионал, я понимаю, что настоящая книга – это бумажная книга. А не то, что читается с пластмассового ридера, и что нельзя взять в руки, почувствовать чуть-чуть и так далее. В конце концов, книга когда-то была придумана не только как источник информации, но одним словом, в Нью-Йорке был очень маленький сегмент отведен для электронной книги, и просто безраздельное царство бумажной книги. А во Франкфурте, там уже, что называется, в этих переживаниях была поставлена точка, потому что это главная деловая площадка, сюда съезжаются, чтобы подписывать договора на покупку прав и так далее, и так далее. И там, конечно, много российских участников, крупнейшее российское издательство, они там тоже участвуют в этом процессе, в этих переговорах. Но все эти люди, которые, эти вот западные, все эти издатели, мне было приятно, как сама атмосфера, абсолютно, но она деловая, но она такая раскованная, демократичная, легкая и огромная, вы себе не представляете, огромное пространство отведено под книги. И это вселяет оптимизм. Вот чтобы подзарядиться каким-то таким оптимизмом о нам, живущем на краю русской речи, как выразился мой приятель Саша Лобачев, нам, конечно, это особенно ценно и важно, заведиться уверенностью, что мы, в общем, что мы здесь живы, что книжное дело здесь будет существовать дальше, и даже несмотря на то, что оно на сегодняшний день напоминает такое, как я говорю, рваное клочковатое одеяло, вот здесь вот на краю России, но чтобы совсем это одеяло и все эти клочки не оторвались, мы стараемся что-то сделать, и что самое ценное, наш читатель последние годы подталкивает к тому, чтобы мы работали энергичнее, чтобы мы прислушивались, чтобы мы чувствовали биение пульса, вот этого интереса книги, который действительно реально есть не только у людей старших возрастов, но и у молодежи, и вольно или невольно, хотим мы того или нет, чтобы как-то дело шло дальше веселее, нам приходится работать больше, но лично мне от этого только интереснее. Ну, то есть, чтобы организовать ярмарку книжную во Владивостоке на высоком уровне, нам что, нужно опыт перенимать? Нам нужно обязательно делать какой-то международный формат, нам нужно расширять рамку, нам не нужно, это сложно, но если мы хотим, чтобы это прозвучало, чтобы это поимело успех, и нашло отклик у владивостокцев, надо делать, я не потому что я люблю глобалити, я просто понимаю, что нужно, вот здесь, в Владивостоке, я не знаю, что нужно было бы делать там на Камчатке, на Сахалине, но здесь, в Владивостоке, вот в таком месте, как Владивосток, нужно делать международную ярмарку, чтобы было отчетливое международное присутствие, в то же самое время, чтобы приехали, пригласить каких-то коллег из России, чтобы присутствовали там, чтобы были гости, какие-то солидные гости, не только издатели, но и литераторы, я понимаю, во что все это упирается, но тем не менее, тем не менее, другой возможности, ну, это лично мое мнение, чтобы как-то все это дело, чтобы сделать этот проект жизнеспособным там, нужно идти по этому пути, я все время говорю об этом, давно говорю об этом своим коллегам, когда мы собираемся и говорим о сегодняшнем дне и будущем, ярмарке «Печатный двор», ну, опять же, я считаю, что в том формате, в котором она сегодня существует, она уже неинтересна, и надо делать это как-то по-другому, ну, во-первых, современнее, во-вторых, динамичнее, в-третьих, надо, жили мы бы где-то, я не знаю, там, но в Центральной России было бы сложно говорить о том, что вот надо там позвать этих, а я говорю еще раз, мы живем на кровавирусской речи, на берегу океана, мы живем, так сказать, наши окна распахнуты на азиатско-техианский регион, и надо, ну, пытаться эти, хоть сколько-нибудь налаживать эти контакты, интерес к этому, обратная связь есть, интерес колоссальный, я проводил фестиваль поэзии берега, и к нам охотно ехали, что называется только пальцем по мани, как наши литераторы из Центральной России, так и издатели, они очень любят приезжать сюда, потому что им Дальний Восток очень интересен, и не только потому, что сегодня много разговоров о Дальнем Востоке, просто люди, природа и здешняя литература, им тоже интересно. А сам рубеж не возьмется за организацию? Я бы взялся, я пытаюсь в последние годы что-то сделать, меня постоянно просят об этом московские коллеги, я говорю там каким-то высоким чиновникам в Москве, которые по должности отвечают за книжное дело, и я говорю, давайте делать, ну Москва хорошо, на Красной площади, замечательный фестиваль, но надо, чтобы книга, надо, чтобы вот это вот нечто грандиозное, выразительное и солидное пришло сюда, на наши берега, потому что это надо, но это надо не только нам, это надо России, потому что, в общем, Россия здесь начинается в конце концов, люди ждут, там кинофестиваль хорошо, какие-то роковые сейшены, это тоже замечательно, но это не все ожидания живущих здесь приморцев, дальневосточников. Александр Владимирович, давайте еще в завершении нашего разговора расскажем, какие еще приятные сюрпризы готовит рубеж для своего читателя в ближайшее время. – Да, с удовольствием, я прежде всего хотел бы сказать многим-многим-многим нашим читателям, землякам, и не только, что у нас в самое ближайшее время, в скором, буквально через считанные 2-3 месяца, выйдет очередной четвертый том полного собрания течения Владимира Николаевича Арсеньева, который мы делаем. Мы просто, у нас между томами иногда возникали большие промежутки, и на то были не только субъективные, но и объективные причины, и вот мы сейчас заканчиваем, так сказать, предпечатанную подготовку четвертого тома. В этом году год юбилейный у Арсеньева, и вот в этот, ну, что сам Бог велел, я уже устал отвечать на вопросы. Это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, очень ответственно, что постоянно тебя теребят, не только здешние читатели наши, но и со всей России звонят, пишут письма, когда же выйдет новый том Арсеньева. И это все, ну, очень ценно. Кроме того, мы начинаем такой проект, он называется «Историческая морская библиотека». Будем издавать собрание течения Михаила Ивановича Винякова. Был такой исследователь, один из первых, его граф Муравьев Амурский прислал сюда 160 лет назад, описать бассейн реки Уссури. Ну, после этого он побывал в Японии, в Китае, и оставил большое литературное наследие, в том числе мемуары. Но, ну, за исключением описания реки Уссури, его книги, они по большей части не переиздавались. Мы хотим издать собрание течения. Или, допустим, такой замечательный проект, мне очень тоже он по-своему дорог. Так, Джон Тронсон, англичанин, который был здесь в составе англо-французской эскадры в середине XIX века, а в 1859 году в Лондоне он выпустил книгу. У него длинное название «Плавание», там, да-да-да-да, на корабле ювелисито «Барракуда». И вот наш владивостокский историк и переводчик Андрей Сидоров сделал замечательный перевод, примечание. Это была большая работа. Мы обращались к лондонским коллегам, чтобы они там подобрали нам какой-то материал. Он необходим был для того, чтобы сделать и перечень судов, и указатель имен. Такая работа, она всегда интересна. Лично мне, как профессионалу, чем сложнее, чем он больше кажется неподъемным, тот или иной проект, тем интереснее им заниматься. Вот эта книга в скором времени тоже выйдет в издательство «Рубеж». У нас много, у нас большие планы. Про все в этом формате передачи не расскажешь, но даст Бог, будет еще возможность об этом поговорить. Спасибо большое, Александр Владимирович, вам за такой интересный разговор. И вы сказали, что вот уже устали отвечать на вопросы. Мне кажется, это приятная усталость такая. И хочется пожелать, чтобы ее даже было побольше, чтобы читатели ваши, конечно, не забывали про книги, а покупали их и получали от них удовольствие. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». В студии работала Ольга Продан. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова